Итак, приступим к написанию кода. Я не буду акцентировать внимание на аналогичных вещах, которые мы уже проделывали с полносвязанной сетью, а остановлюсь на отличиях. Мы импортируем те же самые библиотеки, фиксируем random seed, импортируем библиотеку для загрузки датасетов, импортируем точно так же mnist и получаем x-train, y-train, x-test, y-test. Здесь вот ничего не поменялось. Далее мы смотрим на нашу картинку. Действительно получается цифра 5, target 5, все правильно. Первое отличие заключается в том, что в отличие от полносвязанной сети, которая видела картинку как один вектор длинный, мы хотим в конволюционную сеть передавать картинку как трехмерный тензор. Первый канал это глубина картинки, в черно-белой картинке это один канал с яркостью серого пикселя, а в rgb картинке будет rgb канал. Соответственно мы должны нашу картинку, которая на вход пришла, она просто 28 на 28, разжать до единичка на 28 на 28. Вот мы это и делаем. Мы делаем x-train, unsqueeze, а здесь ставим индекс, а в каком же измерении мы хотим разжать. То есть x-train у нас тензор из 60 тысяч картинок, 28 на 28, а мы хотим, чтобы было 60 тысяч на 1, на 28, на 28. И то же самое мы делаем с тестом.